15 минут. Да, приветствую тебя, приветствую, Ирина, дорогая. Ты была у нас на вебинаре. Да. Ты произвела хорошее впечатление, поэтому я с готовностью готов с тобой. Готов, готов три раза. Поговорите, будем говорить ровно 10 минут. Угу, окей. 10 минут, но я хочу за 10 минут показать тебе. Слушай, я так рад, что наконец-то мне мою книжку наш Константин Михайлов нашел где-то там, как это называется, в букинистическом каком-то там нашел мою книжку. Там фотографии, как я делаю легкий танец, там ногу поднимаю. Это вообще суперские такие упражнения. Там все мои патенты. Хорошая книжка. Я раньше писал интересным образом. Смотри, на полях там я писал. Потом у меня, значит, фотографии интересные. Как я там в Нижнем Новгороде обучал людей. Всякие почетные грамоты. Видишь, у меня такой особый стиль был писания книг. Как обычно не пишут. Кстати говоря, моя фотография на книге, когда первый раз в жизни я на своей книге при издании ставил фотографии, мне говорят, так нельзя, так нельзя, у нас так не делают, в СССР так не делают, как же так. Вот тут, говорит, надо маленькую фотографию и тут биографию. Я был первый человек в стране, который поставил свою фотографию на обложке. Потому что наши не делали так. Наши копировали все, как на Западе. Вот на вас перебью. Вы был первый человек, который меня сформировал за пять секунд. Да, давай. Не знаю, по мне, говоря о том, что я вам сказала, вы меня считали за пять секунд. Подождите, психологи и психотерапевты не в жизни не могли за полгода меня расшифровать. Ну ты сравнила, ну ты сравнила, дорогая. Я же старый, понимаешь, я же старый уже. Я вам честно говорю, а вот у меня такого ощущения... Извини, я как Черчилль, я видел фотографию, Черчилль сидя рисовал. Может быть, иногда стоя рисовал, я рисую сидя и тоже думаю, общаясь с тобой, может, стану знаменитой, как Черчилль. Я вам сейчас кое-что покажу. Видно, что я делаю, нет? Видно я эту картину или нет? Видно. Ничего, скоро она будет хорошенькая. Так, давай, говори. Вы считали мою сущность, мое состояние за пять секунд, не пять минут. За пять секунд. Что ты считаешь, молодая, красивая девушка? Что там? Вы мне сказали, что я хохотунчик. Вот. Да, я сказал, ты хохотунчик. Вот это я посередине. Да, ты вот точно, точно, я не ошибся. Молодец. Мало того, я тебе больше скажу. Я сказал, что ты очень талантливая девочка. И тогда, когда ты будешь заниматься любой деятельностью с любовью, то есть, когда это совпадает с твоим талантом, у тебя будет всегда успех. Да, да. И у него нет времени этой чепухой заниматься. Он какие-то советы пишет конструктивные. Получается, критика полезная для размышлений. Это очень приятно. Ты красивая девочка. Жалко, что я старый такой. Я шутник, я шутник. Если ты заметил, я уже шутник. Ну, скажи, что ты хотела сказать? Как там в Германии, кстати, погода? Погода у нас сейчас, слава Богу, хорошая. Ну, как слава Богу? Ну, хорошая. Нам необходима помощь. Немцы нуждаются в помощи. Мы поможем. Слушай, там у нас Евгения Дикман, психолог. Она моя коллега, мой ученик, мой друг. Она много лет живет в Германии. Мы с ней делали даже учебный видеофильм. В Санкт-Петербурге мы делали. Очень хороший фильм. Мы с ней вместе снимались. Очень такая девочка. Тебе надо с ней познакомиться. Она очень компетентный специалист. Очень компетентный специалист. Она мне написала. Я уже очень радуюсь с ней пообщаться. Отлично. Да. И хочу очень много клиентов, которые о вас спрашивают. У меня очень много друзей, которые нужны помощи. Действительно, в прямом смысле. Вот сейчас без всяких. И даже немцы постараемся найти. Если получится, я постараюсь им перевести. Потому что они хотят выйти с вами на контакт. Это просто... Я походу тебе скажу. Вот дочка моя Шейла и Олен мой наверху. Видишь в книжке? Они тоже психологи. Видишь? Они психологи профессиональные. Потому что они с детства знают метод. Я видела ваших ликбезов вообще бомба. Мне так понравился ваш сын и ваша дочь. Шикарные психологи. Я, когда их увидела, у меня было такое впечатление, что люди... Я наклонялся кулаками до пола. Видишь? Это я делал синхрогимнастику. Наклонялся кулаками до пола с больным противоносчиком. Я тебе походу перебиваю, походу говорю, потому что времени мало у нас. Ну, дети, ваша дочь и ваш сын, которых я увидела, я от них просто без ума, в восторге. Спасибо. Очень, очень. Я сказала такие святые вещи, и я теперь поэтому всегда буду твоим другом. Потому что ты похвалила моих детей. Да. Спасибо тебе большое. Если бы у нас были бы такие психологи в Германии... Мы поможем, мы поможем. Мы ведь что-то придумаем, что будем показать. Ты же переводить можешь же, да? У нас бы было 80% населения выздоровленных. Конечно. Да, я знаю, там трудности большие. Там трудности большие. Мне очень много пишут оттуда. За помощью я помогаю, поддержку делаю. Ты знаешь, что я тебе скажу? У меня сейчас развивается тема на YouTube-канале, на YouTube-канале. Тема о том, как Чингс Кен Михаил говорил о потоке, теории потока. Я как раз таки в связи с этим я обучаю людей изобретательству. Я обучаю людей снимать блоки, блоки психологические, ограничивающие убеждения различные снимать. Страхи. Я специалист по страхам. По страхам и по творчествам. Я специалист по обучению людей, которые занимаются опасными профессиями. Люди опасных профессий. Ну, это может быть военные, пожарные могут быть, скалолазы там могут быть, циркач, который под куполом там сальто-мортали делает. Ну, кто опасными делами занимается. И я занимаюсь людьми творческими, которые в какой-то момент хотят поднять уровень созидательности или потеряли талант в какой-то момент депрессии, чтобы быстрее вышли. У меня сотни людей быстрее вышли. У меня Маринина, которая написала «Детектив призрак музыки» и в детективе мои приемы есть. У нее был один период, когда она уже писать не могла, потому что, когда она писала от души, ей нравилось. Она много. Ее миллионными тиражами издают. И в России, и в Китае, и в Прибалтике, и везде. А потом, говорит, когда вдруг стали ждать от меня следующую книгу, когда я уже была должна писать, у меня, говорит, вырубило желание. Я, говорит, никак не могла вдохновения найти, я ей помог. Я ей помог, и она прямо в книге это написала, и там несколько приемов, и даже мой телефон в центре моего защиты от стресса на Таганке в Москве был. И мне мы Маше звонили, говорят, это точно ваш телефон? А мы думали, это в детективе, такой прикол. Я говорю, да нет, это мой телефон. Они говорят, научите наших детей быстрее и лучше учиться. И экзамены лучше сдавать. Во, я это тоже могу делать. Насчет детей, вы очень хорошую эту сказали. Деток обучать сейчас надо. И когда вы говорили в своих роликах обучение в школе, что нас этому не обучали, и вы даете такие простые приемы, которые, ну, извиняюсь, сейчас за мой русский, да, ну, так как я 30 лет живу в Германии, если я говорю с ошибками, извините. А, нормально ты говоришь, нормально ты говоришь, нормально ты говоришь. В этом случае... Ты очень хорошо говоришь, да. Вы очень правильно говорите. Деток обучать вот этими заранее приемами, чтобы они понимали, как снять стресс за пару секунд. Это золото, это бриллиант, это дорогого стоит. Да, я в последние годы, я занимаюсь тем, что я создаю методики приема посекунные, посекунные, чтобы за секунды снимать, за секунды. Вы знаете, что я еще заметила? Это я сейчас тоже от души скажу. Я как-то своего сына пыталась устанавливать. Он все время сидел и вот так свистел. Потом он все время делал какое-то такое движение. Потом он какие-то такие вещи делал. Я подумала, какое-то, ну, что-то ненормальное. Да. А когда я увидела вас, и я поняла, что это нормально, он снимал с себя стресс. И это было всегда... Конечно, в общем, у детей делают непроизвольно. Да. Просто им родители говорят, сиди ровно, сиди спокойно, сосредоточься. А чтобы он сидел ровно, спокойно, и чтобы мог сосредоточиться, ему надо дать несколько упражнений. Чтобы он дергался, и ногой качал, и руками дергал, и тики всякие, и так далее. Чтобы он это делал как упражнение, осознанно. Да. Коротенько, за минутку, за полминутки. И он потом будет сидеть свободно, а сосредоточиться легко. Смотри, как я раньше делал в книжках. Я вот так писал. У меня даже вот такие вот были. Вот так я, наверное, не видно. Ну, я особым образом писал, особым образом. Так никто не пишет. Ты знаешь, и все время у меня с издательствами были проблемы. Они не привыкли к такому писанию. А зато теперь мои книги бестселлеры. Бестселлеры, их миллионы людей читают. Если найдут. Ну, теперь находят. Находят на моем сайте стрессу. И сайт у меня замечательный новый сейчас. Хасайру. Хасайру сайт. Мы сейчас должны закончить. Потому что я вот много говорю сейчас, не даю тебе сказать. Потому что я надеюсь, что мы через пару дней с тобой будем говорить. И ты расскажешь новое что-то. Что произошло за то время, как ты на вебинаре вчера была. И что после этого у тебя произошло. Ты расскажешь через 2-3 дня. Хорошо? Хорошо. Извини, что я тебя перебивал. Ну, я старый, я юморист, я могу так. Просто я боялся в тебя влюбиться. Давай. Вебинар был супер. Я очень впечатлена. И очень благодарна. Я даже не могу это описать. И дай Бог, чтобы люди вышли на это. И я думаю, что вы многим людям сможете помочь. Сейчас я буду всех учить, выходить в поточное состояние, снимать стресс, использовать эту энергию напряжения и создавать шедевры. В своей жизни, на холсте, на бумаге, в песнях. До встречи. Через 2-3 дня мы с тобой встречаемся. Ты мне пообещала, правда? Окей. О, целую. До встречи. Продолжение следует.